Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте узнаем о новой модели GTX 1050 Ti. Посмотрим, что ответила антимонопольная служба России по поводу продаж видеокарт и предварительно оценим Ryzen 3 5300G. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с возвращения легенды. Буквально недавно стало известно, что Nvidia возвращает в продажу GTX 1050 Ti. А сегодня японский производитель под названием, которое вы видите на экране, анонсировал новую модель этой видеокарт карты. По факту эта карта представляет из себя перемаркированную версию 1050 Ti Storm X от компании Polit и она должна появиться на местном рынке Японии уже в этом месяце. Плюс ко всему ресурс Tom's Hardware сообщает, что в США уже наблюдается всплеск предложений различных моделей GTX 1050 Ti. Но, к сожалению, цены на эти видеокарты подстраиваются под текущие реалии рынка. Если новая японская карта поступит в продажу примерно за 190 долларов, то в США 1050 Ti предлагается от 330 до 600 долларов. И это однозначно звучит максимально безумно, так как пять лет назад рекомендованная стоимость составляла 139 долларов. А в Федеральную антимонопольную службу России подали обращение по вопросу значительного роста цен на видеокарты для персональных компьютеров. В обращении к ФАС указывается, что в период с января 2021 года у большинства реселлеров видеокарт выросли цены на эту продукцию более чем в два раза. По мнению автора заявления, данное обстоятельство может указывать на сговор и нарушение закона о честной конкуренции. В своём ответе ФАС указала, что по данным открытых источников информации цены на видеокарты в интернет-магазинах различны. Российский антимонопольный регулятор также указал, что в текущих условиях рынка существуют обоснованные предпосылки к повышению цен на видеокарты. ФАС не указывает, о каких предпосылках идёт речь, но, вероятно, предполагается нехватка полупроводников в мире, создающая дефицит потребительской продукции. В ведомстве пояснили, что большая часть непродовольственных товаров, реализуемых на территории РФ, является импортируемой из других стран. Соответственно, цена импортируемых товаров на территории Российской Федерации зависит от курса иностранных валют. В заключении ФАС указывает, что в связи с отсутствием единого уровня цен на видеокарты, а также ситуации с повышенным спросом, у ведомства нет оснований для принятия мер антимонопольного регулирования. Тем временем ресурс видеокартс раскопал первое изображение майнинг ускорителя CMP30HX, но не раскопал самое главное – его цену. На данный момент также неизвестно, сколько ядер CUDA содержит графический процессор CMP30HX, но согласно предположениям он соответствует уровню GTX 1660 Super. И в целом, как и ожидалось, особенностью специализированных видеокарт является отсутствие каких-либо видеоинтерфейсов. Таким образом, на вторичном рынке данные решения не будут представлять интереса для геймеров, ищущих видеокарты подешевле. Но популярность серии таких видеокарт среди майнеров будет в основном зависеть от объемов поставок, а также стоимости таких ускорителей. По словам видеокартс, держатели больших майнинговых ферм уже получают поставки CMP, но цена до сих пор не названа. А ведь именно цена максимально интересна, так как от нее будут отталкиваться цены на игровые видеокарты. Тем временем на торговой площадке eBay появилось предложение в виде четырехъядерного гибридного процессора Ryzen 3 5300G на архитектуре Zen 3. Этот процессор относится к настольной части семейства Cezanne, которую AMD еще даже официально не представила. Но некоторые продавцы уже давненько торгуют инженерными образцами данного семейства. Инженерник 5300G обладает базовой частотой в 3,5 ГГц и продавец оценил его в 177 долларов. В текущем состоянии инженерный образец набирает 570 очков в водноядерном тесте CPU-Z и 3003 баллов в многоядерном. Продавец также предоставил результаты тестирования в тестах Cinebench R15 и R20. В первом он набрал 2068 баллов, а во втором 2685. Ну а наличие такого количества утечек тонко намекает на скорый выход данных процессоров. И хоть компания Intel еще не выпустила 11-е поколение Rocket Lake, видеокардз уже нашел изображение дорожной карты производителя, в которой упомянуты процессоры вплоть до 13-го поколения. Можно отметить, что сама дорожная карта не новая, так как Rocket Lake не вышли в прошлом году. Выход процессоров Alder Lake согласно изображению планируется на этот год, а по утечкам они появятся ближе к концу года. Но уже после серии Alder Lake компания собирается выпустить процессоры Raptor Lake. Они, как и Alder Lake, получат гибридную архитектуру из больших и малых ядер и судя по всему Raptor Lake станут рефреш версиями Alder Lake. Ранее ходили слухи, что следом за Alder Lake будут представлены процессоры с кодовым названием Meteor Lake. Им приписывался 7-нм техпроцесс SuperFin, но с учётом проблем Intel в освоении техпроцессов, они скорее всего появятся позже. И буквально недавно я вам рассказывал о кодовом названии Lunar Lake. Изначально предполагалось, что они станут 14-м поколением, однако теперь можно предположить, что Lunar Lake станут 15-м поколением после Meteor Lake. И давайте посмотрим, какие проблемы складываются у компании из-за дефицита. Нехватка электронных компонентов затронула многие отрасли и рынок промышленных ПК не стал исключением. Компания Advantage утверждает, что вынуждена почти в реальном времени контролировать доступность 500 наименований комплектующих, а сроки ожидания поставок некоторых из них выросли до одного года. По информации Nikkei, компания Advantage ожидает, что во втором квартале её выручка сократится до 10 % именно из-за дефицита компонентов, ведь на отсутствие спроса ей сейчас жаловаться не приходится. Выручку в первом квартале Advantage рассчитывает увеличить на двузначное количество процентов, но рост продолжился бы и во втором квартале, но его величина будет ограничена нехваткой компонентов. В компании уже назначили несколько сотен специалистов в 50 подразделениях, которые регулярно занимаются вопросами снабжения. Сроки поставок по отдельным позициям увеличились до 50 недель, к примеру, на аудиокристаллы и микроконтроллеры. Некоторые клиенты уже даже готовы забирать компьютеры без звуковых контроллеров, поскольку в промышленной сфере они не всегда нужны, а ждать целый год покупатели не готовы. Сроки ожидания видеокарт увеличились до 20 недель, как и в случае с силовыми компонентами, ЖК-панелями и контроллерами Wi-Fi и Bluetooth. По сути, в течение 12 недель производитель ПК может получить только центральные процессоры и микросхемы памяти. И такая ситуация просто не может пройти без увеличения цен. Advantage собирается уже с апреля увеличить на 5 % стоимость своей продукции, чтобы оправдать возросшие затраты на покупку комплектующих. А комитет по иностранным инвестициям в США одобрил сделку SK Hynix по покупке китайского предприятия Intel, специализирующегося на производстве твердотельной памяти. Соответствующая договорённость была достигнута ещё при прежнем генеральном директоре Роберте Своне и после завершения сделки она позволит Intel выручить 9 миллиардов долларов. Федеральная комиссия по торговле с США также одобрила грядущую сделку. И теперь южнокорейской компании SK Hynix предстоит получить одобрение компетентных органов в других заинтересованных странах, включая Великобританию и Китай. Для корейского производителя памяти такая сделка станет возможностью занять второе место в мире после Samsung и увеличить отрыв от китайских конкурентов. Контроль над предприятием Intel в доляне корейская компания получит только к концу текущего года. Напомню, что первая фаза сделки подразумевает выплату в 7 миллиардов долларов, а оставшиеся 2 миллиарда необходимо будет заплатить к марту 2025 года. Тем временем в игровой индустрии начались бесплатные раздачи игр. В онлайн магазине Steam сейчас бесплатно раздают Metro 2033 и предположительно акция привела к кратковременному сбою в работе сервиса. Акция началась вчера вечером и бесплатно можно получить только Metro 2033, однако все остальные игры и дополнения Metro продаются со скидками до 80 %. К примеру, Metro Исход можно приобрести всего за 543 рубля. И вскоре после старта такой раздачи в сервисе случился кратковременный, но масштабный сбой. Было зафиксировано более 28 тысяч жалоб от пользователей. И в рамках бессрочной акции по свободной раздаче компьютерных игр магазин Epic Games Store дает возможность забрать экономическую стратегию Surviving Mars. Эта игра выполнена в научно-фантастическом стиле и имитирует процесс колонизации Марса. Геймплей охватывает множество аспектов строительства колонии и способен удерживать игрока в напряжении за счёт регулярных случайных событий. И уже на следующей неделе бесплатной игрой станет приключенческий экшен The Fall. И в конце ролика хочу немного дополнить картину по обходу защиты в RTX 3060, о которой я вам рассказывал вчера. В обновлении статьи первоисточника появилась информация, что это может быть скрин другого алгоритма. Небольшое разъяснение я уже написал в ленте ютуба, но есть ещё что дополнить. Изначально предполагалось, что RTX 3060 должна была получить кристалл с большим количеством кудоядер, но она получила немного другую модификацию прямо перед анонсом. Бытует мнение, что защита заложена в сам кристалл и первоначальная модификация могла майнить эфир, а эта модификация уже нет. Если это так, то вряд ли кто-то сможет обойти защиту на уровне самого кристалла, но со временем это уже будет видно. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.